Всем привет! Вы смотрите телегид. Как никогда актуальная программа о том, как провести досуг дома вместе с нашим каналом. За окном весна и на ЛРТ такое же солнечное настроение. Лучше солнца получаете от наших картин. Я, Анна Троян, сейчас все расскажу. Развод и девичья фамилия. Эту крылатую фразу героиня премьерного сериала слышала не раз. А что, если ей придется самой оказаться в этой ситуации? Сотрудник ЗАГСа Елена прожила с мужем более 20 лет и даже уже стала бабушкой. Поэтому женщине пришлось даже оставить любимое дело. Но вскоре семейная идиллия терпит фиаско. Муж Елены не приходит домой ночевать. И причина выясняется довольно быстро. Измена. И как теперь быть, узнаем по будням, начиная со вторника. У тебя все в порядке? У меня муж пропал. Что? Как это пропал? Вот так. С работы он не вернулся, телефон не отвечает. Я все, друзей всех обзвонила. Больница, морги. Я просто не знаю, что делать. 1 апреля никому не верю. День смеха предлагаю провести соответствующим образом. Большой веселый концерт можно посмотреть, не выходя из дома на ЛРТ. Знаменитый юмористический телепроект «Вокруг смеха» во главе с Ефимом Шифриным покажет все разнообразие юмора в исполнении известных юмористов, актеров и музыкантов. Вечером в среду вам точно не будет скучно. Начало в 19.45. Ну присаживайтесь. Что же вы стоите? Присаживайтесь. Ну что ж, давайте пообщаемся с вами. Сергей, расскажите о своей проблеме. Доктор, давайте я расскажу. Расскажите, пожалуйста. Понимаете, у него проблема. Он пьет. Так. Ну как пьет? Бухает. Синячит. Дяпку рубит. Колбирит. Кирогасит. Спасибо, спасибо вам, Галина, за ваши яркие эпитеты. Кстати, вы случайно не филолог? Случайно. Корновщица. Как прогулять школу с пользой? Сейчас ответ на этот вопрос знает буквально каждый ученик на удаленке. Другой вариант действий увидим в четверг. Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему не учат в школе. А именно, как жить в реальном мире. По крайней мере, если это мир леса. Здесь есть хозяин, мрачный граф. Есть власть. Добродушный, но строгий лесничий. Чью сторону выберет наш герой? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменному графу? Смотрим 2 апреля в 10 вечера. Хватит. А можно я с вами? Нет, нет. Граф детей не любит. Вот так. Так что увидишь его, беги со всех ног. Понял? А что я буду делать тут один? Да что хочешь. Но только без глупостей. Пока. Могу гулять, где хочу? Конечно. Конечно. Неподражаемую ленту день выборов в исполнении квартета. И наверняка вы все видели неоднократно. А французскую версию событий смотрим в пятницу. Неунывающая семейка Туше переезжает в Елисеевский дворец. Причем совсем не намерена. На просьбу главы семейства не реагирует президент. И папочка решает выдвинуть собственную кандидатуру на президентских выборах. И как ни странно, именно Туше получает большинство голосов избирателей. Как управлять страной, не имея опыта работы? Смотрим 3 апреля в 22.00. Все. Держи. Развесь и шоково дворца. Я так себе тачку нашел когда-то. Срочно ищем министра, чтобы управлять Францией. С понедельника по пятницу? Именно так. Он ничего не заметил? Нет, господин президент. Он не знает, что я работаю на вас. Хорошо. Во-первых, он должен назначить вас премьер-министром. Окружите себя надежными людьми, и через два месяца он оставит пост. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. На фитнес дома нет ни малейшей мотивации, пришла пора опробовать новенькие спортивные площадки во дворах. Они тоже подойдут для любого уровня подготовки, а на свежем воздухе и гормон счастья быстрее вырабатывается, и время летит незаметно. Ух, за зиму зачерствел. Давно не занимался. Только руки после турников не забудьте тщательно вымыть. И, как обычно, выходные ленты для приятного просмотра. В субботу в 22.00 веселимся с лопухами, а они всем нам давно знакомы по команде КВН «Уездный город». А воскресным вечером нас ждет крутая картина «Спираль». Талантливый программист переезжает в Москву и становится членом закрытого полулегального элитного клуба. Как новичку ему крупно везет, и он выигрывает одну экстремальную игру за другой, получая сумасшедшие гонорары. Но в одночасье красивый мир вокруг него рушится, и он влипает в крупные неприятности. Да уж, за все приходится парню поплатиться. Как разберется везучек с этими обстоятельствами, смотрим 5 апреля в 10 вечера. Сервер «Сайбек» имеет новейшую систему защиты от кибератак, как в Пентагоне. Прямой доступ есть только у нескольких человек. Пароли знают только они и пользуются ими только в экстренных ситуациях. Вычислить пароль нереально, взломать сервер практически невозможно. Но можно попробовать. У меня есть мощная программа для взлома. Мой ноут ее потянет, мы его заранее спрячем. Давай. На этом все. Больше интересного ищите на нашем обновленном официальном сайте и страничках в соцсетях. Подписывайтесь. Я, Анна Троян, желаю вам здоровья, мира и улыбок. Не скучайте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!